Всем привет, это подкаст UwebDesign. Хотелось бы представить сегодня подкаст от 29 июня 2015 года, выпуск номер 44. Мы по какому поводу мы здесь собрались, да, ты имел в виду? У нас сегодня есть несколько громких тем, например, Яндекс обновил интерфейс своей метрики. Google делает свой, точнее, как сказать-то? Как сказать, что он делает с гидром? Он хостит гид-репозиторию у себя в клауде, вот так скажем. Да, и? Телеграм добавляет ботов. Да, погнали. Ну, кроме этого, у нас к вопросу о том, по какому поводу мы здесь собрались, у нас есть чеканный ответ, очень хлесткий, поэтому слушаем. UwebDesign и хостинг-провидер SmartApe.ru объявляют совместную акцию. Спешите заказать себе безлимитный хостинг и получить 50% скидку на первые полгода. Зарегистрироваться нужно по ссылке в описании. В личном кабинете в разделе товары-услуги в подразделе безлимитный хостинг нужно нажать на кнопку заказать. В поле промокод ввести UwebDesign 50% 6M Unlim и указать какой-нибудь период оплаты. Надо поинтересоваться вообще, кто-нибудь заказывает потом у наших этих. Я интересовался, заказывают. Насколько их удовлетворяет результат, не ясно, но заказывают. Не, просто вдруг там уже миллионы заказывают. Ты имеешь в виду, что нам нужно запросить как-то повышение тарифов, переиндексацию спонсорских устоек. Не устоек, только наоборот. И не устоек тоже. Как тебе, Никита, сегодняшняя бойкая наша вторая классическая тема? Вроде воодушевляющая, вроде и тлен. Да наоборот. Ты знаешь, у тебя такие типа ворота, и в них уже никто не забивает. То есть ты хотел бы, чтобы не забивали, а в них не забивали. А, это одинокие ворота ты имеешь в виду? Полуденный зной? Ну, тут не полдень, тут уже к закату, скорее всего. Я не знаю, откуда снимают. Мха я не вижу, вон там на деревьях, где север. Мхат, только ты видишь. Да, это песок просто мне непонятно. Да? Мне кажется, да. То есть это типа песчаный футбол на песке? Ну, причем, я так понимаю, в пляжном футболе ворота чуть меньше должны быть. Ты же не можешь без бутсов так далеко и круто прыгнуть. В бутсах ты отталкиваешься. Они вообще голыми ногами играют. Да, но я имею в виду, что вот ими голыми ногами и в песке ты не можешь прыгнуть из одного угла в другой. Если только ты в песке-то. Да, скорее всего. Не получится просто. Поэтому, мне кажется, пляжные ворота должны быть меньше чуть-чуть. Хотя, может быть, тут какой-нибудь очень легонький такой снежок, как на Татуине. Ну, в некоторых местах Татуина. Ты имеешь в виду зимой просто? Бывал просто. А, это снег может быть. Ё-моё. Просто зимой тупо, да? И там нету тогда ничего. И они типа стоят, и никто не забивает, потому что зима. Представляешь, у нас вот, например, наше водохранилище Шершнёвское, оно же иногда замерзает зимой. Но. И вот это на него поставили ворота на водохранилище. И это вообще, это значит, как символ тленности всего бытия. Они вроде есть ворота, а потом они утонут просто. И мы будем пить прямо из него, и там бутылки, гвоздь. Это Black Metal уже какой-то. Ну, давай к нашим этим. Подожди, последний. Здесь ещё как будто бы падающая звезда прямо наоборот. Она наоборот летящая куда-то. А, это самолёт, наверное, всё-таки. Может быть. Возможно, Ту-160 уже, стратегические бомбардировщики. Тогда это, скорее всего, США. Ну ладно, не будем об этом. Да, первая тема у нас, это Яндекс выкатывает новую метрику. Она у меня уже даже здесь открыта, в сафарях. Даже не выкатывает новую метрику. Будем корректны. Яндекс перезапускает метрику. Угу. Интернет. 22 июня 2015 года. С сегодняшнего дня по адресу метрика.яндекс.ру доступна новая Яндекс.Метрика. Она сохранила все возможности предыдущей версии, обзавелась новыми, которые пригодятся маркетологам, аналитикам и вебмастерам. То есть бездельникам. Угу. Коим ты теперь и относишься, да? Подожди, стой. Стой, стой, стой. Вообще-то, все же знают, что была новая метрика на 100 лет. Да, beta.metrica.яндекс.ру. А как они решились? Не знаю, возможно, просто время пришло. Знаешь, как вот Бильбо и Гендальф, они уехали из этого мира не навсегда, а вот когда время придет, они должны были вернуться. И Геральт в конце книг про Ведьмака, они с Йеннифер уехали вот до того момента, пока мир не изменится. И когда они должны вернуться, они должны вернуться, когда уже не будет всей гнили вот этого говна в мире. Когда не будет Яндекс.Метрики новой, ты имеешь в виду? Все, и вот новая Яндекс.Метрика, она пришла именно тогда, когда ввели закон про некоммерческие организации, когда вот выдворили всякие фонды династии. Еще 8 июля будет заседание, но ребята из Яндекса тоже знают, чем оно закончится, скорее всего. Поэтому расскажем, что новая Метрика позволяет бла-бла-бла, тут большой маркетологический текст. Так текст, причем, он говорит не про то, что новая делает Метрика, я так понимаю, а просто что делает Метрика. Ну, нам напоминают, во-первых. Нет, понятно, нам напоминают. А во-вторых, говорит, что теперь это еще можно легко настроить под себя. То есть я уже, ну, мы сейчас покажем на примере. Можно главную страницу собрать из конструктора. Здесь сверху у меня такие-то виджеты, снизу такие-то. Тут дашборд некий, да? Можно дашборд настраивать. Это основное нововведение новой Метрики. Так. Кстати, старое будет доступно некоторое время. Вот тоже, вот это некоторое время, оно, возможно, тоже, вот до того времени, возможно, как Apple новый iPhone выкатит в сентябре-октябре. Кстати, по слухам, он будет Force Touch поддерживать и iPad'ы новые. То есть будет обычный этап и долгий, сильный этап обрабатываться по-разному. Ну, это так, это просто. Новостей про Apple сегодня не будет, можете расслабить ягодицы. Но вот такой тонкой нитью по всем, может быть, будет проходить. Я прям уже даже знаю, что нить радужная будет, конечно. Да. Перейдем непосредственно к демо. Наши слушатели в iTunes, кстати, нет у нас теперь слушателей на iTunes. Я так и не разобрался с проблемой по поводу того, что у нас фид не индексируется больше, потому что мы на HTTPS перешли, на YouTube Design. И iTunes не знает, что у нас обновляются подкасты, и я прям буду что-то с этим решать. Ну, а потом-то все выпили, потом же ты туда все это... Потом я когда сделаю, чтобы именно фиды не перенаправлялись на HTTPS, привалятся все предыдущие выпуски, все будет хорошо, я обещаю. Ну, круто что. Да. Так вот, наши слушатели в iTunes, если таковые будут есть когда-нибудь это, перейдите на YouTube, посмотрите демку, потому что здесь круто. Так вот, мы видим вот такой вот Яндекс.Метрика, все прям в их таком стиле новом, минималистичном. Да, материал дизайна не дотягивает, конечно, но в принципе круто. Угу. Я даже не знаю, сарказм это был или нет. Так вот, здесь такие джавоскриптовые хорошие виджеты, то есть это не картиночки, можно наводить, смотреть, что когда, прям как на ВК. Посетители, вот так вот скудно на месяц ко мне, 525 уников всего лишь заходят на вебсайне.ру, лучший ресурс. Ну? Нового мира. И 1552 просмотры они совершают, то есть каждый посетитель по 3 примерно странички посещает. Здесь видно страницы выхода, откуда выходят чаще всего, на главную. Причем и вебсайне.ру, и вебсайне.ру две главных у меня. Ну, одна HTTPS скорее всего, просто уже новая, я там тоже перешел. И страницы входа тоже примерно те же самые. Последняя поисковая фраза, по каким заходят, это, кстати, удобно. Вот это мне очень нравится. Это крутая тема, да. Оно, причем, возможно, из Гугла тоже берет. Я сейчас здесь не берусь утверждать. Хотя, может быть, только... Нет, нет, я свернул. А, это упорядочить по возрастанию и по невозрастанию. Отказы не очень, кстати, большие. На ювеб-дизайне отказы у нас процентов до 60 доходят, до 55. А здесь 29. Кто идет на вебсайне, тот знает, что он хочет. Время на сайте в среднем 2 минуты, возраст. Ну, ладно, не важно. В общем, можно переставлять, во-первых. Вот перетягивать ручкой вот за эти штуки. И уничтожать. И да, и оно вниз уходит. Сейчас попробуем как-то их вот... Да, оно только, видимо, не сразу оно прям в 2D-шном, в 3D-шном меняется местами, к сожалению. Не важно, глубину просмотра, время сайта. Вот здесь почему-то передвигать нельзя. То есть, допустим, я могу убрать сейчас просмотры, они меня бесят. Но после этого в библиотеке виджетов мне интересует, опять же, тут можно все выбирать вообще прям, все, что хочешь. Общий объем просмотра я хочу добавить. Я хотел бы, чтобы просмотры были над посетителями. Причем цвет, заметь, другой, рандомно, каждый раз выбираю. И просмотры над посетителями я не могу переставить, мне нужно их все удалить. Подожди, а за... Вот не можешь за шестереночку? Нет, никак, не в какую вообще. То есть, реально, здесь вот такая же кнопочка должна быть перестановки, драгон-дроп, но что-то не доделали еще. Обкатывают. Возможно, это не поняли все еще, Гендальф и Фродо. Вот, вот. И Бильбо. Подожди, окей, сводка, я понял. Сводка это твой дашборд, по которому ты смотришь. Да, да. А что там? Отчеты, карты? Отчеты можно формировать. Прям, знаешь, наш бы друг Саня сказал, как это сложно. Это прям, ты вот выбираешь критерий, по которому тебя интересует, и здесь еще отдельные всякие досвидосы, можно сравнить несколько сегментов. И тут вот на житуху много заходит, и вот на такую вот хреновину заходит очень много. Добавить еще пару критериков, критериков. Посмотреть разные типы графиков именно по этому критерию. Я не знаю, на печать можно вывести или не можно. С США, с Канады, смотри, как заходит тоже. Ты же заходишь, любят меня. Так ты из этих... Иран меня любит, нет? Или это Узбекистан и Киргизия? Черт, Иран не любит. Так, понятно, настройки, веб-визор, карты. Да, можно сравнить сегменты с предыдущим таким же периодом. То есть здесь сегмент А это 25-й, 27-й, а сегмент Б такой-то. И вот здесь пополам. То есть вот в А сегменте так, в Б сегменте вот так. Вот в сегменте Б хреновина еще не было. Точнее, в сегменте А. Пост-поста про Барбароса еще не было. Видимо, там какая-то хреновина. Скорее всего. Ну, понятно. В общем, короче, тебе нравится или нет? Ты мне скажи вот сейчас. Ну, понимаешь, очень сильно нужно в это вникать. То есть если бы я как-то... Меня это кормило, как волка ноги. Так. Да вот смотри, куда кликают. На букву R прям сильно. А на R. Почему? И на A. Не знаю, Александр, его он как бы обрамляют клики. С двух сторон как клики. А ты смотри, ты сделаешь. На жетуху тоже вот на I и U жмут. На глаз наибольше любят сжать. Это все такие, значит, тонкости прям важные. Вот сюда кто-то любит сжать. Сюда вот, например. Ну, почему бы? Мне кажется, два нажатия максимум сделайте. Кто-то даже вот внизу на футер жмет. То есть юзабилити работает нормально. Короче говоря, если бы меня это кормило, как волка ноги, я бы уже давным-давно это изучал. Потому что, ну, реально доступно-то она была давно. Мне она как-то менее нравилась. Но я сейчас все заставляю не сжать на кнопку старый интерфейс. Тем более, только некоторое время он будет доступен. Некоторое время скоро истечет. Придется все равно привыкать. Веб-визор я так и не могу настроить. Почему-то он нет данных. Хотя он в коде добавлен, но какого-то хрена... Классика еще со старой метрики. Да, да, да. Не знаю почему. Напишите в комментариях, если у вас тоже не работал веб-визор, а вы как-то его починили. Просто хочется знать, что вы перед этим сделали. Кому помолились. С каким бубном потанцевали. Надо с этой темой завязывать. Пишите, кстати, да, в комментариях, как вам новая метрика. И пишите, кто вы. Аналитик, Зивака, Дивака. Может быть, у нас сам Сергей слушает. Неважно. Вики. Вики. Твоя тема. Тема, короче, вообще непростая. Непонятно почему, но она прикольная. Видимо, потому что... Потому что Ассенс на главной. Видимо, потому что Ассенс. На сайте Vox.com. Наш, кстати, проигрыватель, с которым мы джингл включаем, тоже Vox называется. Ну, а это не связанные люди. У них и шрифты разные, и брендинг, и вообще. Ладно, все. Ты уверен? Ну, я уверен, что это не они. Ну, короче говоря, выкатили метрику по марту 2015-го самые редактируемые... 30 самых редактируемых страниц в Википедии. Или Википедии. Ну, по-русски Википедия, потому что энциклопедия. Угу. Да, собственно, и по-английски, по-моему, тоже Википедия. Ну, вот Википедия. И почему-то на март... Вот, видимо, на апреле еще рано собирать. А вот на март уже собрали, и почему-то Джордж Буш тот самый, который... Ну, вы поняли, какой? А мы, кстати, еще, кстати, не знаем. Кстати, кстати, не знаю. Мы не знаем, какой именно. Их же они оба, Джорджи Буш и Батька и сын. И W, я не знаю, кто. Это же не Джуниор, и не какой-то... А может быть, они оба W. Тогда... Может быть, это их общая статья. Интрига. Страница, знаешь, которая... А вот вы уточните, какого вы имели в виду. И вот именно ее больше себе редактировали. Не знаю. Вот. И я считаю, что это косвенно связано... Знаешь, с какой страницей? World War II. Нет, на самом деле нет. Бридни Спирс. Бридни Спирс. Не-не-не. Вот, короче... Ладно, Джордж Буш мы опустим. Во-первых, дальше следующее. Очень сильно редактировали рестлинг. Причем именно персон в рестлинге. Список даб-даб-е ассоциации. И по слухам, вот тут в конце статьи написано, что сильно редактировали конкретно гробовщика, Undertaker. Но, короче, видимо, его сильно любят, там у него что-то изменялось. Или, может быть, эти люди, скорее всего, за 30 с кризисом среднего возраста, только сейчас узнали, что можно редактировать в Википедию. Они сначала Джорджа Буша... Они, возможно, думают, что он все еще президент, потому что в тот момент они начали смотреть рестлинг и залипли. Им уже как бы предвыборные гонки, их уже не интересуют с тех пор. Ну вот, тем не менее, United States, естественно. Естественно, само... Чего интересно там на Википедии? Чего там редактировали, интересно? Они ударения меняли туда-сюда, возможно. Майкл Джексон, Джизус. Заметь, все мертвые люди. Джордж Буш. Майкл Джексон, Джизус. И Католик Чорч. Многие думают, что как религия, католическая церковь уже умерла. Ты думаешь? Мне кажется, там споры такие, что там... Я имею в виду, что бюрократизация достигла таких высот, что они, возможно, сами все эти 25 тысяч раз рекламировали и редактировали свою статью. Ага. Дальше, короче говоря, всем нравится под телек. CBN, ABS. Программу, да. На ABS, CBN. Возможно, они переставляли, когда рестлинг идет. Ну, это нормально. Это, кстати, нормально, да. И когда в Католик Чорч ходить. Барак Обама потом дальше идет. Опа. И следующим, Адольф Гитлер. Да. Как тебе такая парочка рядом? Я вот... А почему Путина никто не редактирует? Там заблокировано редактирование. Возможно, именно эту статью... Там подтвердить надо. Да. С документами прийти. Потом Бритни Спирс... Вот Бритни Спирс, как здесь вообще? Вот в такую серьезную кампанию... В марте 2015-го. Типа Джизиса. Ну ладно, о Гитлере в марте 2015-го подумали. Он уже, может быть, замышлял в марте 41-го всякое. Так. А вот Бритни Спирс, непонятно. Oops, I did it again? Может быть, да, какой-нибудь альбом Baby One More Time. Кстати, откуда Oops, I did it again трек, если я не ошибаюсь. Ну, типа. Он в году 2000-м вышел, там, 2001-2002. И, может быть, как раз в мартах, там. Ну, вдруг. Ты хочешь связать все-таки с месяцем, да? Я хочу с Бараком Обамой. До свидания. Короче, посмотрите. Очень прикольно, занимательно, так скажем. Но, на самом деле, все в основном касается... Как сказать? Вот, я даже никак... Я не знаю, как эту область назвать. Это какие-то американские медиа, что ли? Роджер Федерер. Это теннисист. Докта Марио Мадрид тоже не очень американская. Но, тем не менее. Ливанская война 2006-го года. United Kingdom. Смерти в 2009-м, в 2010-м. Причем смерти много. И в 2013-м, и в 2009-м, и в 2010-м больше всего редактируют. Видимо, свои добавляют. Нельзя. Нельзя, нельзя. В 2014-м есть смерть. PlayStation 3 есть. Это тоже к смертям 2014-го относится. Не помню, когда она вышла. По-моему, как раз в 2014-м. Ну, вот как-то так. Прикольно. Посмотрите, короче. Кстати, флаг ИГИЛ был замечен на гей-параде. Не помню, в какой стране. По-моему, в Лондоне. Ты давай, подожди, раз мы уже начали просто новостями сыпать. Я где-то, знаешь, какую-то увидел новость? Какую? Мы же все пользуемся программой на iPhone. Find my iPhone. Да, пользуемся. Активно. И была история про чувака, который, короче, тоже воспользовался. И пошел сам искать свой iPhone где-то в Канаде. Угу. Короче, пошел искать. И, естественно, боролся тупо на чуваков, которые в тачке сидели и расстреляли его. Он просто... Чуваки... А он нашел, что это у них, как бы. Что телефон-трубка у них. Просто начал подходить к машине, его расстреляли нахрен. Да. То есть, короче, и, естественно, полисмены предупредили. Чуваки, вы сначала, если вы думаете, что будет заварушка... Хотя, откуда он думал, что будет заварушка? Ну, хотя бы, он видит, что его телефон не у него, во-первых. И где-то в тачке. В гарляме. Вот да, скорее всего. Короче, приходите сначала в полисдепартмент, там разберемся. Не надо тупить, не надо приходить в Ленинский к нам. В порты. Это, кстати, это хорошая, да, новость. Не знаю, почему ты сейчас вспомнил про нее после ИГИЛ. Просто ИГИЛ. Ты думаешь, это из ИГИЛа чуваки его расстреляли? Или ИГИЛ взяло ответственность за это? Спокойно. Скорее всего, да. Следующая новость. Гугл запустил этого. Этого. Конкурента Гитхаба. Cloud Source Repositories называется. В смысле? Убийца Гитхаба. Это прям реально позиционируется как конкурент? Ну, понимаешь, объясняем. Напоминаю, Гитхаб можно захостить себе. Взять Гитхаб код и захостить у себя локальный Гитхаб. Как Pirate Bay. Да, практически. У себя в Enterprise организации. Так. Амазон недавно анонсировал, что у них теперь будет такая же тема в Amazon Web Services. Code Commit называется. В ноябре он будет. Причем есть Амазон? Все облачные игроки запускают свои такие, штуки. Объясняет для чего. В чем главная проблема Гитхаба для конечных пользователей? Ну, коммитишь ты на Гитхаб, а тебе потом надо это на сервак задеплоить, и тебе надо как-то или вручную это делать, или автоматизировать. Иногда ты какие-нибудь надстройки делаешь, например, Tower. Но это платная надстройка, которая берет с Гитхаба, если что-то в репозитории обновилось, оно это пушит к тебе на сервак. По там FTP, SSH, неважно, как настроишь. То есть, чтобы ты автоматически, если закинул в Гитхаб, у тебя на серваке сразу обновилось. Ты, кстати, этого, справедливости ради нас сказать, ты не всегда этого хочешь. Но когда ты это хочешь, тебе это приходится делать как-то дополнительными инструментами. Вот Амазон сделал так, что если ты коммитишь сюда, вот в их Code Commit, то если твой сервис на Амазоне крутится, то он там сразу его обновляет по внутренним каким-то каналам. Это круто вообще. Это неплохо, если тебе это надо. Но ты, естественно, можешь это выключить у себя. То есть, это option. Так вот, Google делает то же самое. Cloud Source Repositories. Новый сервис, он теперь в бета-аксессе. То есть, если можно перейти, там будет что. Так, Cloud Source Repositories бета. Сделайте частные гид-репозитории. Хотите коммитить, хотите не коммитить, все круто. Подожди, бежи, бежи, бежи. А вот сейчас еще раз вернемся. Ты говоришь, можешь развернуть свой гид-хаб? Кстати, я могу там приватные репозитории накрутить? Да, но ты же, он будет закрыт. Ты же не на github.com это развернешь, а на своем мой лучший проект .com. Ну, он все равно будет открыт. Но ты можешь его закрыть. Ты же можешь это в локальной сети у себя развернуть. Ну, да. У него будет интерфейс, как у github.com, но по факту это будет ваш собственный гид-хаб. Так, и Google... И это нужно как раз для внутреннего пользования. Никто это не будет на публичном домене размещать. Это будет на каком-нибудь private24. моя лучшая компания .com. Понял, понял, понял. Так, и Google, значит, тоже приватные, да, предоставленные? Естественно, да. Все они будут приватные. Кстати, бета-версия бесплатная. До 500 мегабайт сторича. Ну, так это получается, никак не конкурируя с Амазоном. У них никаких сервисов-то. Где я буду разворачивать? Из Google? Google Cloud, вообще-то у них облако свое. И они до хрена его продают. И у них даже есть страница Why Google? И там сказано, почему они лучше, чем Amazon. Почему они лучше, чем все вообще? Скорее всего. То есть, сейчас же у нас три крупных рынка и один полурынок. То есть, Google Cloud, Amazon, Digital Ocean и иногда Microsoft Asia в мечтах Microsoft, возможно. И, может быть, в их отчетах годовых перед акционерами. Да. Потому что, ну, ты сам... Так что, Google полноправный игрок Cloud компьютерга. Это стопудово. То есть, они давно уже... Бабки зарабатывают на этом. Да. Поэтому, вот, теперь они запустили эту хренотень. Все. Тут я даже не знаю, что здесь вообще еще обсуждать. Просто Google тоже выходит на рынок частных гид-репозиториев со всеми вытекающими последствиями типа интеграции с Google Cloud и вообще всем остальным. Ну, опять, это закроют потом через два месяца, потому что это нерентабельно. Один процент там. Ты имеешь в виду... Да, здесь, кстати, они говорят о том, что был же у них Google Code. Ну, вот, да. Но это был опенсорсный открытый проект. А здесь это будет как опция для внутренних игроков и, возможно, есть спрос. Понимаешь, все же зашевелились. Потому что и, собственно, да. Ну, давай. У нас дальше новость просто про русских, про наших. Хотя хрен его знает. Какие они русские? Они русские, но не наши. Ну, давай. Короче, следующая тема. Телеграм открыл платформу для ботов. Третье... Убийца других платформ для ботов. Убийца ботов вообще, в принципе, да. Для... каких там ботов? Ксеноботов? Или каких-то... Техноботы? Техноботы и десептиконы, да. Автоботы, автоботы. Мы с тобой какие-то не это... Мы с тобой... Не подростки, не знаем этих дел всех наизу. Не Меган Фокс. Короче говоря, третьего дня мне пришло прямо в Телеграм, что, чувак, ты, типа, можешь сейчас стикерами офигенно пользоваться в Телеграме, да? И можешь еще, короче, свои стикеры добавлять. А еще можешь, короче, ботов в Телеграм себе добавлять. Я такой, вау, а что это такое? И как бы не стал считать, что это такое, но потом узнал, когда начали новости рыть для сегодняшнего подкаста. Вот. Как, собственно, в Иркчатах, еще когда это было, я думаю, это не с Иркчатов началось, наверное. Это, возможно, еще старее было с какого-нибудь Фидо. Да простят меня радужные чуваки. Так вот, короче, наверное, еще тогда придумали ботов, которые просто тебе отвечают по каким-то командам в чате. Ты пишешь команду, они тебе ее... Причем они даже иногда какой-то интеллект у них есть, там ты пишешь одну команду, они тебе выдает там разное, там, ну, в общем, короче, вот. Чему это сейчас может быть нам полезно? Чему? Вот, во-первых, там в самой новости, там написано, типа, можно оценивать будет всякие... Хотя это вообще к ботам-то относится, что я могу теперь делать кнопочки, так скажем, в Телеграме. Да, ты именно в чате с этим конкретным ботом можно сделать... Видишь, в некоторых случаях даже не придется ничего набирать. Боты поддерживают работу с кнопками, для каждого можно сделать свои особенные кнопки. Вот. Я тебе объясняю, здесь сказано про интернет вещей. Ты можешь себе сделать бот мой дом на такой-то улице. и там у тебя будут кнопки включить микроволновку. Ты жмешь и ее... Тебе бот посылает собачку, что все хорошо, я включил. И по API, здесь есть API для ботов, отдать команду куда угодно, сделать что угодно. То есть, ты через Телеграм бота можешь управлять жизнью. Ну вот, кроме того, что ты можешь тупое общение с этим ботом устраивать, ты можешь еще и управлять. Но это только такое надо написать еще. Самого бота прикрутить к тому, что у тебя будет там интернет вещей. Естественно. Вот такая коротенькая статья, собственно, про... Подожди, здесь же есть некоторые прикольные боты. Некоторые прикольные. Есть, во-первых, бот Фадер, который тебе дает ключ к твоему боту. Это хорошая отсылочка, это смешно. Да. Вот. Ну и уже есть есть вот несколько примеров просто стандартных ботов. Ну и просто... А вот если я сейчас открою... А знаешь, что тупо? Вот Телеграм не сделал свою какую-то Вики для Телеграма. Я вот не могу посмотреть все стикеры. Мне приходится накидывать Hot Obot. Ну, че, вот я пишу. Ну, Hot Obot, давай. You don't seem to have set me up yet. Let's do it now. First of all, who are you? Answers чувак или тёвочка? Я чувак. Ты выбираешь. Так, Frequently used. Я чувак. Где здесь чувак? Вот чувак. Э. Ты не нажал? Как не нажал? Да он у тебя по девчастых, что ты вот туда лезешь? Да нету, в том-то и дело. Ну ладно. Your input is not valid. Please... А, там усатый чувак. Черт. Ээээ, ты веешь, ты как бы вот... Я просто не усатый чувак, поэтому... Мне это как-то... Блин. Надо, по ходу дела, выбирать сразу, что я Симпсон еще. Какой год? 24 Так Хорошо, достаточно о том, что ты думаешь. Чёрт, я могу тоже чуваков искать, но нет. Ты понимаешь, что? Нет, нет, не интересует. Ну давай, давай. Так, я тёлочку, тёлочек ещё. Нет, both не буду. Какой год минимум для людей, который ты хочешь найти здесь? Давай, 13 лет. За мной сейчас выедут. Раз мы в сусики. И максимум? И на максимум 15 лет. Не надо, ну. Хорошо, твоя профайл уже был сохранен. Ты должен менять твою минуточку? Просто отправить... Сейчас отправить мне твою локацию, и я буду смотреть на людей, не обманываясь в твою карьеру. Чего ябинский, естественно. Я представляю, какие сейчас будут эти 13, 29. Походу надо именно через... Отправить локацию, понимаешь, да? А-а-а. И, к сожалению, на компьютере я это сделать не могу. Потому что ты всё выключил, всё локация? Нет, потому что такого даже здесь нет API. О, это нам было с телефона. Да, 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 да. Ну вот, короче, к кому не с кем пообщаться, поиграйтесь там, тёплыми зимними вечерами холодными. Да, поиграйтесь с ботами, это неплохо. Так, у нас следующая статья про responsive design is failing mobile UX. Ну, у нас сегодня про веб есть. Вау. Ну, нахрен, да, действительно. Не, ну, Google и Git тоже технически про веб. Да и Telegram. Конечно, да. В общем, статья, опять же, шокирующая. Адаптивный дизайн failed mobile user experience. Угу. Знаешь, о чём он? За таким кричащим заголовком, на самом деле, скрывается очень вполне себе нормальный тезис. Так. Так вот. Проблемы какие? Image placement. Непонятно, как располагать изображение в телефоне. На полную, не на полную. Делать ли их слева или справа там. Ну, если, допустим, у тебя alignment такой, что здесь параграф, тут image. Вот куда его? Перед параграфом или после параграфа? Как вот это быть? Это всё на телефоне. А вдруг UX изменится от того, что я сначала увижу картинку, а не... Ну, и наоборот. То есть это... Это проблема. Это нельзя автоматизировать. Это нужно как-то самому придумать. Screen squeeze. Из-за того, что ты уменьшаешь размер экрана, возможно, очень дерьмовое восприятие. То есть нужно со шрифтами играть. Ну, это... Здесь же не говорят, что это неразрешимые проблемы. Это просто проблемы. То есть... Perspective shift. Суть в том, что иногда ты, когда заходишь с телефона, ну, мы это неоднократно уже говорили, ты хочешь и по-другому просматривать, и по-другому взаимодействовать с информацией. Угу. То есть... UX на телефоне реально меняется. На телефоне, скорее всего, тебе нужно очень быстро узнать, где находится, какая цена. Ну, знаешь, ты пришёл в магазин, и тебе интересно, а если через интернет-магазин это купить, будет ли это на 100 рублей дешевле? Угу. И тогда ты сейчас закажешь и такой выберешь самовывоз, пойдёшь просто к инфорум стойке и 100 рублей сэкономишь просто из-за того, что ты не лох. Угу. Ну, причём речь не только о соточках идёт. К сожалению. Или к счастью, не знаю. Ну, в общем, вот так. Поэтому нужно вот это тоже иметь в виду, когда проектируешь мобильные интерфейсы, и прям вот UX — это is the king, как контент. Вау. Так вот. И они говорят о том, что не всегда responsive должен быть дизайн, но должен быть adaptive. То есть не просто всю ту информацию, которая была, сжать, поменять местами и выстроить в длинную. Нет, половинку убрать, возможно. Возможно, не все отзывы тебя интересуют на главной, на телефоне. Возможно, тебе сразу побыстрее контактную форму, или сразу побыстрее конверсионную кнопку «Купить», «Заказать», а не облизывать пользователей. Если он уже к тебе зашёл с телефона, скорее всего, у него уже уровень доверия к тебе чуть выше, чем с компьютера. С компьютера он просто серфит, ему лень в офисе, нечем заняться. А с телефона он уже реально тебя нагуглил, ему прям важно сконвертироваться сейчас с твоего клиента, и нужно это учитывать. Поэтому дизайн должен быть не именно responsive, adaptive. То есть, я не знаю, как по-русски это сказать, он должен быть не просто резиновый, как у нас это говорят, а адаптивный к твоему поведению. Вот так, потому что у нас и то, и то можно перевести как адаптивный, будет «confusement» небольшой. Согласен. А нам же не нужны с тобой небольшие «confusement». Не надо. Ну и здесь, да, много об этом говорится. Это достаточно и так очевидно, но вот тут маленький вывод выделен вот в такой aside-блок. Не знаю, как опять же по-русски сказать. Адаптивный дизайн, адаптивный, именно тот самый адаптивный дизайн позволяет вашему кастомеру, вашему покупателю иметь какой-то уникальный опыт в зависимости от того девайса, на котором он или она пользуется. Здесь, кстати, не добавлено «он», «он» вместе с ним, «она» вместе с ней, или «он» вместе с ней, тут как бы непонятно. «He or she?» Вдруг меня сейчас это… «He or he?» Должно быть по-новому. Я напоминаю, Apple будет как бы такой тонкой тесёмочкой радужной проходить через все наши новости. Да. Я аж заговорился. Ну круто ты вообще выдал. Прям… Ты думаешь? Да. Да. Следующая тема твоя. «Ультимативный неофициальный гайд по пользованию Slack'ом». Ну, короче, кто нас слушает уже давно… Да даже хотя это… Паула Торрес. Мне хочется понять, это мужик или тёлочка. Сейчас Паула Торрес нас слушает, тёлочка. Охренеть. Я вот как-то… Я вот не поверил бы, что она пользуется Slack'ом, да? Но, тем не менее, короче говоря… Или я зафоловлю Джонни Ли Миллера и Люси Лью, Веру Брежнева не буду. А, зря. Вот её бы я… Я бы её однул. Так вот, короче, мессенджер Slack, который позволяет вам использовать сообщения в организации… Ты листай, если нужно, сам я вообще не знаком с темой. Короче, тут вообще тема-то, на самом деле, такая. Просто выкатили гайд. Причём, я не знаю, это официальный гайд или нет. Unofficial, раз Паула Торрес. Кто она такая? Или ты думаешь, она… Хотя она забиндила себе домен paulo.io. Ну вот, кстати… То есть она не хрен собачья. Вот, кстати… На каких она тогда… Основаниях? На основаниях это делает? Ну, просто… Знаешь… Тут я бы сказал лучше… Как она без денег это сделала? Я бы без денег это не стал делать. Ну, хочется ей. Окей. Короче, она запилила лёгенький такой гайд по мессенджеру Slack, который я вам всем советую поставить, потому что я столкнулся с тем, что, оказывается, всё ещё на скайпах люди сидят в фирмах. В больших. На Slack ещё не сидят. Вот. Короче говоря, мы все знаем, что в скайп, бывает, живёт многое. И оперативку в том числе, и… Как может много. Да. Поэтому я вам советую Slack, он и на телефоне, и на всём есть. Короче… Она здесь… Slack видеочат не предоставляет. Она здесь практически getting started запилила. Вот реально. Но ты же понимаешь, что здесь у неё есть три блока. Я вообще не пользовался. Вопросы для тех, кто вообще не пользовался. Как там зайти, выйти, как там посмотреть. Я чуть-чуть использовался. И тут уже прям менять темку. Хороший крутой search. Добавлять свои эмоджи. Мы, кстати, сделали это. Это, кстати… Вот это надо прочитать. Вот. Вы найдёте для себя новое. Да. Менять статус. Это важно тоже. И… И три. Я хочу турбо-круто. Турбо-надув в Slack. Так. И тут слэш команды по мерке. Keyboard Shortcuts. Вот я видел, когда ты готовился к этой теме, что ты смотрел Keyboard Shortcuts. Ну там, да. Не, ну там вообще там… То есть, кроме getting started, здесь есть ещё… Тут ещё… Ооо… А почему здесь других типов семьи нет? Я тоже не знаю. Должно быть, чтобы хотя бы… Это что, не команда уже, если другой тип семьи нет? Если два мальчика. Ооо… Ооо… Так. Ну вот, короче, такой гайд. И… Просто… Если вы всё ещё сомневаетесь в том, что переходить с какого… Вы всё ещё кипятите? Тогда… Почитайте Slack гайд. Нормальная тема. Я вам… Я вам советую. Подожди, давай посмотрим… Оооо… Это чё? Screen 34 отвалился. Можно как-то загрузить изображение? Чёрт, она мне в загрузку скачала. Смешно. Я хотел просто показать тебе именно, как она там рисовала вот эти киборд-шорткаты. Кстати говоря, напомню, что Slack, он не бесплатный ни хрена. Да как и Skype, собственно. Ну, в смысле, не бесплатный. Если хочешь хранить логи… Если хочешь, то он не бесплатный, конечно. Если хочешь хранить логи большие… Почему using keyboard shortcuts не клавиатурка, а книжечка? Ну, я понимаю, что это типа словарь. Глоссарий, так это назовем. Да. Бестярий даже. Да, 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 бестярий. Вот. Тут просто, ну, как-то прикольно. Они кнопочки такие, мне понравилось. Windows даже есть. Action. Вот как-то так, смотри, меньше трёх. Оп. Это причём версия первая, она ещё хочет это редактировать. Паула Тор Ви. Непонятно, чем она вот это просто делать нечего, или как жить. С любовью для Slack'а by Paola Тор Ви. Ты где нашёл эту вообще статью? А я не скажу тебе. В Web Designer News'е. А, понял, понял. Я думал, знаешь, Slack её, допустим, репостнул? Ну, возможно, и репостнул, но я нигде на Slack не подписывался. Да, понял. Мы от YouWeb Designer на Твиттере подписаны. Я сейчас скажу страшно. Я не читаю ленту YouWeb Designer, кроме меншинов. Ну, там досвидос. Там мясо. Там очень сложно. Там больше уже, чем моя лента. Я не располагаю на данный момент таким количеством свободного времени. Там ещё Хэмптон Кэтлин. Ох, не напоминаю, действительно. Там же ещё Хэмптон Кэтлин. Ну, давай дальше. Кстати, у нас заголовок. Это же гэй. Да. The best reactions by major companies to the historic gay marriage decision. Переведи. Ты причём смотри, трендинг всё больше и более, больше горяченькая статья. Набирает обороты. Mashable. Персен ночной. Бессонница? Почему он мне такое показывает? Интересно. Я ночью сидел за компьютером? Ну, давай. И чё? Чё это decision? Какие там? Marriage? В чём там? В смысле, это... Мы будем сейчас смотреть на чарт разных прикольщиков от компаний. Прикольщиков? Не прикольщиков, а одобрений. Так, будем прямо говорить. Одобрений гомосяцких браков в Америке. То есть это официально сами компании от бренда постили? Тут твиты из их твиттеров. Ужас. То есть у MasterCard целый ролик будет. Я не... Кстати, это вот... Вы смеётесь-смеётесь, да? А мы и не смеёмся. Нет. То есть это как бы... Просто это одна из наших тем классическая, когда мы говорим про дизайн. На самом деле тут много... Вот должна компания адаптироваться к каким-то акциям, к каким-то там... Новый год надо поменять. Вот про геев надо поменять аватарку. Небольшой ребрендинг такой. Да. Я не знаю, как это у маркетологов называется. Стихийный ребрендинг. Как бы... Сезонный ребрендинг. Угу. Только тут не сезонное, а как бы... То есть ты представляешь, если это действительно без души было сделано? Occasional ребрендинг. Это просто маркетологи в очочках такие, всё, делаем, делаем. Ну, фактически без души. Некоторые откровенно неплохие. Я сейчас даже... К сожалению. Ну давай, пройдёмся, короче. Поехали. Например, у Визы. Love. Accepted everywhere. Как вы понимаете, у них слоган. Виза. Accepted everywhere. Везде принимается карточка. А теперь у них любовь везде принимается. Понимаешь? Это мужские руки? Я просто пытаюсь понять. К сожалению, да. Окей. Ну смотри, нет. Здесь очень нейтрально. Game of Thrones. Я не специалист. Я даже не знаю, что это за персонаж. Какой-то чувак, ну, один из героев. Может быть, он гей. Там, по-моему, всё-таки есть гей. Да там, я уверен, есть гей. И, может быть, это один из них. Я вот не... Я один из тех людей, кто не смотрел ни одной серии. А чё там за ступеньки? Или мы не знаем, да, это? Unique Low. Кто это такие? Я понятия не понимаю. Мэйсис, это обувной магазин. Но тут как бы мистер энд мистер, понимаешь? А, тут нет никакого... Карточки, сертификаты, да. Love Wins на Бен с Джерри. Это круто. Ну, правда, они реально со своими шрифтами. Ну, вот я... Именно с дизайнерской точки зрения хочется вот... Да-да-да. Это, конечно, всё омерзительно, но... Это я не знаю, что такое Kellogg's. Какая-то жрачка. Ну, это хлопья. Мюсли, да. Мюсли. Я сейчас что-то похоже это. К ним же уже отношусь. Jello. Google. Ну, у них целый ролик. То есть там... А, там на каждом будет... Оу, еее. Смотри, они придумали про всё. Придумали. А, это гифка. А, это гифка. Это не роды, это гифка. Угу. Гифка. 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 Может быть, как-то, да. Угу. Тут Levi's. Так. Левис, как у нас привыкли его мужики называть. Левис. Ну да. Тоже... Вот как они теперь будут носить эти штаны? Я у меня, кстати, я пришёл сегодня в Коллинсах. Хотя бы не в Левисах. Да, не знаю. Ну, хорошо, что ты это сказал сейчас. Я не знаю. А, не, я вообще сегодня в шортах. Это я в этом на работу ходил. Вейчиковских. Да. Рокбэ... Абсолют водка. Шведы-то как опустились до поддержки американских геев? Ужасно. Ну, то есть, ладно, американские какие-то компании. Так, у меня телевизор сейчас хочет выключиться. Причём мы, мы с тобой как бы говорим, как опустились, а на самом деле прикольно водка-то сделала. А на самом деле приподнялись-то и меньше? Водка прикольно сделана, нормально. Что, типа, не на разность. А, к вопросу о дизайну, да, согласен. Это один из тех вариантов, когда... Хотя, понимаешь, у них, к счастью, или, к сожалению, не знаю. В общем, у них достаточно очевидно было, как это сделать. Ну, у них продукт водка, его раскрасить в радугу, и всё, беспроигрышный вариант сто пудовый. Угу. Но как-то всё равно неплохо, не знаю. Дальше. А почему love is love, если love wins вообще-то? Хэштег бол. Они свои придумали. Видишь, здесь love wins тоже. Они в самом... Угу. Наконец-то, кстати, Delta. Мы летали этой авиакомпанией. Это именно авиакомпания, да? Да. Причём... Ну, видишь, у них там самолётик. Мы причём даже нам радио, радовались мы. Нам возмещали билеты, возвращали, меняли прям. Так, в смысле, они не говорят, что мы вышли. Они просто говорят, что классно. Всё классно. Celebration. Ну, да, но... Не знаю. UberTaxi. Это стартап модный. Sears. Кстати-кстати говоря, вот... Они папирусом написали к вопросу о крутом дизайне. Да, да, да. Понимаешь, что это худшее вообще? Ну, там... Мы вспомним Sears. Не, я помню Sears, и там это действительно девянощина. Да, это прям худший магазин, самый дорогой в мире. Звонились в 90-е и просили Sears забрать, кажется. Да, просили вернуть их шрифт. Да. Вернуть их магазин. Да. Android. Опа. Ну-ка, нажми. Ну, хотя, чё опа? Чё делает? О, машет. Apple-то тоже опа, к сожалению. А, кстати, Apple, как про... Ну, как, ты напоминаю, они этот... Дрейк вышел уже в курточке с логотипом. Тим Кук-то уже тогда знал. Ааа. Мне кажется. Так это, возможно, он отмашку и давал. Скорее всего он руководил. Запускай. Да, возможно, да. American Airlines. Ну, это, кстати, тоже крупная компания. И это, кстати, тоже неплохо сделано. Опять же, у них... Ну, вот прям мне понравилось то, что они на экранчиках у всех теперь вот это. А ты представляешь, как люди причастные к этому реагируют? Они же вообще у них слезы льются на каждом твиттере. И Пукан бомбит, возможно. Да. Или наоборот. Пукан радуется. Да, да. Нет, мне кажется. Не тормози, сникерсни. Теперь это тоже двойной смысл. Понимаешь? Я бы вот не стал теперь сникерсить как-то особо. У Microsoft-то мне понравилось. Да. Они продукт-плейсментом наглым занимаются. Просто взяли телефон. Свои телефоны и всё. Ну, как Абсолют Водка примерно. Да, да, да. Тает. Понял? Гейский флаг не отстирывается. Даже с отбеливателем. Блин, а. Чё делают? Да. Насдак биржа. Прям у них котировка. А, они прям-то смотри, где сделали. Угу. Охренеть. У меня просто, мне это больше всего понравилось. Ох, я Кока-Кола не видел, когда в прошлый раз куда-то. Хотя, чё я от них, собственно, ожидал? О, бадвайзер. Ё-майя. Моча напоминаем. Мы с тобой как-то их. Моча, да. И Хайникин, ещё одна моча. Доритос. Кул Эйд. Вот, я до этого шёл. Самое крутое здесь это KFC. So good. У полковника Сандерса, мир его праху, на очках сделали радужный флаг. Всё-таки so good. Ну, вот, я прям, вроде круто, реально. Мне понравилось. Тут ещё как-то дистресснуто так, что прям и глазки чуть-чуть видно. Угу. И я сейчас прям даже попробую как-то увеличить это. Во. Ой. И затемнино как-то прям круто сделали. Короче говоря... Ага. Ну, да. Я бы посмотрел, конечно, на его реакцию на это всё. Ну, и тут дальше уже Starbucks. Ну, прям флаг. Ну, это пошлятино. Мне, кстати, я вот... Вот гейский флаг над офисом это пошлятино. Это, опять же, к слову о дерьмовом дизайне. Вот даже вот это лучше. Хотя это тоже пошлятино. Ну, это тоже, там, Маши был как раз, на котором мы это читаем. А не так отреагировали. Что ты хочешь сказать? Я хочу вообще дохрена сказать. Во-первых, мне интересно, как отреагировал какой-нибудь Шварценеггер. Он вот, когда был губернатором Калифорнии, он уже запрещал однополые браки. Ты думаешь? Да, я просто помню. Это прям как факт. Так, а просто я тебе сейчас... Я вот сейчас загуглю. Я просто видел. Ш... Скоро тем более терминатор. Ш... Как его снимают вообще, если он вот такой нормальный? Шварценеггер love wins. Ты давай-ка это самое. Да я просто видел чуть ли не уже, что он реально там что-то там сделал с собой. В смысле, в поддержку. Но нет, новости нету. Нет, он просто не любил. Я не знаю, как сейчас это самое. Короче, ещё одна моя искромётная новость, которую я про... Вот я про канадца рассказал. Ещё. Тумблер. Зайди, тумблер. Да-да-да, я нашёл. Вот. Ну-ка давай. В его твиттере. И чё... В смысле, ты уверен, что это proof? Я отвечаю. Я видел просто эту новость вчера. Но это... Это такое... Вот сейчас покажем на странице. И там есть... Exchanges words with followers. Чё, мне кажется... А давай не так, давай просто... Шварценеггер... Twitter. Ну просто это не proof, я уверен. Или он тогда тролл поставил, что он пойдёт убивать час их всех. видишь сусы как они перебываются или чё или че происходит вообще с людьми ну вот теперь ему тим кук сказал тогда ему тим кук говорил ну ладно можешь пока нас парафини там чё кого я сейчас пытаюсь понять 21 там никогда как какой был у него именно twitter с хэштегом love wins там что-нибудь такое вот love wins и там чё на инстаграме ну-ка это же картиночка а нам просто чёрт просто одни русские коммента почему интересно наши депо налетели но короче видимо наши любят терминатор и шварценеггер и теперь не любит не любит геев короче смотри заходи tumblr.com слэш тиви пока я помню короче там типа у них такое типа такой прикол что ты просто смотришь гифки самые популярные охренеть прикол ты сейчас увидишь тебе понравится вот тебе точно тут во первых цвета сразу начались но это тебе может не понравится ты просто смотришь гифки которые идут так и они как меняют самые популярные гифки ты можешь по эпилепсии сидеть смотреть их и причем ты можешь если чё по хэштегу по какому-нибудь давай по хэштегу love wins можно как-то выбрать нет вот это точно запретят хотя наоборот нас разрешаться в звезде нет вот поиск его нормальный пацан уже знаешь просто они на попова поиску можно как впервые слышим такое а просто love видеть там просто понять они как бы впервые слышали на посмотрите на заднем фоне так это на я лав через довернуться вот я лох вот эти лучше тогда посмотрим а чё почему не гифится а нет гифится смотри здесь гифится в то в каком году про кто прогибался и причем мы не досмотрели эту гифку а чё ты сейчас вспомнил да просто что-то я потому что у них тоже видишь буква т вот такая я почему видел то я заходил на тумблер и увидел что там это хрень видишь что их буква т это она причем тоже гифка возможная среди щечка вами как давний фронт эндер и посмотрим чем это сделано хотя у тумблера все гифками испокон веков был я сомневаюсь мнением нет мы смотрели что логи этой среди щечка это сидишь и как сделана анимация тегом анимэйшен или нет нет возможно так ну окей могу найти давай давай продолжим нас причем дальше следующая моя тема такая она очень коротенькая будет но но интересно не я просто только лишь скажу что сейчас наши зрители на ютюбе увидят здесь подсказочку о том что посмотрите наш ролик про сведе анимации новый потому что скорее всего много у нас и плейлист целый нет у нас да тот конечно же про про фильтры про анимации это у нас один видос но неважно такой бывшим не буду закрою короче в этой цели сделали сервис я открою сейчас буду очень звук запаздывает небольшой видео зуба небольшой сервис мобайл чекер который проверяет почему-то пока на трех разрешения почему-то сайт тоже в радужных цветах почему-то буква м у них такая ну я почему вот я почему-то хочу думать что это не про то мне кажется что это просто красный желтый и зеленый вот и значит он чекает ваш сайт и показывает естественно все ошибки именно для мобильных именно мобильные ошибки у нас на его дизайн руб показалось что у нас есть флэш откуда-то давай проверим прям да нет давай дизайн ру покажем стыдиться рядом со полной у меня кстати не сработало без ищите у меня работа блинский я вру сделал у меня вот без стыдп и работа но считает там некоторое время потом покажет во первых как выглядит ваш сайт просто у них слишком много реквестов они нам предлагают 170 секунд подождать отлично то есть сейчас много людей проверяют возможно именно его дизайн и проверяют так но нет я щас попробуем в описании ручки почему почему ну вот потому что проснулись все радужные пацаны уже 180 секунд пока очень странно что есть только три разрешения это очень тупо да но это же мобайл чекер и он же бета у нас а мобайл альфа то есть если мы здесь смотрим то это альфа версия даже не бет он как бы чекает же не то что твое разрешение но то есть и это тоже но он еще и чекает просто всякие основные для мобильных же он не просто респонсив дизайн он адептив чеки на потому что там он проверяет если у вас зуминг запрещен как у меня на веб-сайне то его это бесит да это все к это все к нашей теме вот как раз про делание не респонсива адаптива не резины адаптива ну ну а не потом сломали демку не посмотрим похрену будем дальше заходить нас блок новостей про wordpress на постоянный так я сразу открою кучу новостей быстро по ним пробежимся jetpack перевключает бета-тестирование программу бета-тестирования так ты думаешь что там будет подожди давай коротенько project pack это че такое джетпак это супер гигантский плагин для wordpress а который основан на фичах на бесплатных фичах wordpress.com типа аналитики сиденьки небольшой кнопок расшарить в соцсетях и так далее тысяча и одна мелочь это значит эдакий швейцарский suiz аминаев мне интересно сейчас бы опять же нам товарищ пока ходюн seo bike пока ходюн рассказал бы если в друбале такой же джетпак свой хрен пойми может быть там есть какой-нибудь друпал advanced и там от комьюнити же у друпала же нету такой компании которая прям сильно сильно следит за друпалом курирует его использует у себя в коммерческой деятельности может быть есть именно комьюнити не плагин какой-нибудь для девелоперов хотя это не совсем похоже не знаю про смотри пишите в комментариях если на ваше если вы по ходюнте пишите в комментариях пишите если на ваше любимое cms типа джемла такой типа джетпак плагин так вот и теперь к бете они сделали открытое бета-тестирование чтобы там у всех каждые 12 часов там обновляться будет джетпак и можно будет смотреть смотреть новые фичи то есть новые там добавили шорт-коды эмбэда свуфу например это так кто не знает это сервис построения форм платный и это пока все вы обкатываете это будет в релизе доступно там хрен когда вы уже можете пользоваться ну то есть классический превью бета-режим как мы бета-тестируем часа а ст н эль капитан то и сафари 9 кстати тоже будет ролик про сафари 9 подписывайтесь ставьте лайки рассказывайте друзьям да так вот то есть все можно бета бета-тестирующий джетпак себе накатить и и думать что все круто у вас можно им дальше не пользоваться как делом я следующая тема очень крутая знаешь почему потому что сделали плагин которая называется сейчас я тебе скажу как он называется я просто не помню как он называется из-за того что очень много про кастомайзер в последние релизы сделали плагин в п крэп причем крэп расшифраются кастомайзеры ему all parts отлично плагин позволяет выпилить вообще все следы кастомайзеры из вашего вордпресса круто реально круто то есть полностью все кнопки ссылки в админке типа там настроить вот все это а мой он может быть сразу же вот если бы он сразу же мне в настройки переносил все чем можно в кастомайзере некоторые же сейчас люди переходят в кастомайзер этого к сожалению не будет делать то есть вот видишь их была кнопочка кастомайзер теме и убрали полностью просто за дисплей но не ли наверное я не смотрел в крем пол и но холик в общем да вот такой он есть причем на вордпресс орги доступен как это не странно то есть видео он пока он никаких правил не нарушая маней радужный флаг не ставили чтобы быть против системы конечно не знаю да и последняя тема на сегодняшний вордпрессовская это празднование 10 лет wordpress ком и automatic соответственно компании мы говорили уже что у друпова нет такой компании который курирует так вот у вордпресса есть это automatic и у них 10 день рождения уже возможно как раз они в честь этого бета-тест джетпак и возобновили я не знаю как они там сами для себя это мотивировали в общем вы поняли здесь есть небольшая инфографика два с половиной миллиарда постов написано за все это время смотри 37 языков поддерживает три миллиарда комментариев что ты хотел сказать там мороженка просто было первое посты типа это карандаш а я просто издалека мне кажется что мороженка типа это эскимо такая дано это карандашик вау самый длинный заголовок 19000 слов такая самая самая длинная позиция 10 плюс миллионов слов саппорт писали 2 и 3 миллиона сообщений между кастомерами инженер я не уверен что это хорошая статистика 2 и 3 миллиона саппорт ай ну это это странная статья ну а то что 19000 и тем не менее в общем все нас приглашает automatic ура ура но они-то нормальный хоть пацаны значит уже ни в чем нельзя быть уверенным в нашем мире я попробую сейчас полностью посмотреть сурс так не к сожалению хочешь там а то ведь это кстати у них на wordpress.com сделано вся и ладно где бы они еще это сделали нет он не хочет эти тебе по дефолту делать кстати кто не знает wordpress.com это software service да это а при чем здесь это просто что вдруг если вы хотите блок быстренько на wordpress попробовать можно там зачем мы рекламируем видимо из-за того что я ты меня так проучил за то что очень долго здесь продрочил на этой картинке марк armstrong теперь порадовался ладно кстати к слову о хороших упоминаниях в нашем подкасте на существует такой подкаст фу господи подкаст такой подкаст юг дизайн его вы сейчас слушаете так вот существует такой стартап ульяновский титиграм я думаю уже все о нем знают реально он облетел рунет прям сильно из-за того что на тильжурн или про него писали и мы сейчас и мы сейчас расскажем и мы спокойненько удостоились вообще без всяких без всяких напрягонов так скажем удостоились надписи на груди его дизайн просто его дизайн и планетка и планетка сама хочется эту девушку если эта девушка сама себе рисовал или ее напарницу или напарника сейчас нужно всех все варианты проговаривать нужно пригласить к нам на работу потому что планетка так круто нарисована чтобы не прям лучше чем мы рисуем короче если думаешь есть здесь photoshop есть у меня какая-нибудь варикозная сетка на титиках нет я думаю что это все натурально но у фильтр ноу но у фотошопного фильтр иначе бы это очень долго было но не у радужный лифчик я тебе скажу ну да мы то в тренде в припосвенно мы поддерживаем короче сервис кроме того что вы можете спокойно заказать себе такую же надпись всего за четыреста девяносто пять рублей всего-то да по-моему да и вам ее сделают буквально за час такую нас течение часа возможно за 10 минут если уже будет готова с днем рождения виктор если же будет виктор написан да то вот или же заказать бизнес так скажем подписочку бизнес-меню как подписочку это просто будет у вас это просто enterprise если мы сейчас кстати английский включим наверно это enterprise и переводится посмотрим нет бизнеса нет это бизнес ребят деловая имеется ввиду я думаю enterprise кстати тут тёлки другие воу воу и на английском хоть happy anniversary sugar вау смотри так тут походу чуваки то на английском заказывают я думаю это конечно рыба все их попросили ты думаешь мне кажется стартап уже активно работает во всех странах мира ну тогда это просто это кровь ю дороти короче он как работает в одну сторону сколько кстати бизнес 29 баксов 29 95 4 у них неплохие такие цены на западный рынок как в одну сторону вы можете заказать так и если вы модель вы можете себя предложить особенно если вы модель мужчина это будет в тренде я так понимаю модель все-таки хотя кстати говоря они модели по мосту 50 получает за рублей да за каждую а сколько интересно получает они на английском модели с американки а я думаю одинаково к сожалению то есть ты бакса я по курсу у нас такого курса уже давно нет к сожалению по которым здесь посчитал это уже два бакса а стоп нет все правильно три лет 50 рублей да 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 ну там 50 с хреном но не важно ну вот и можно короче ребята вам не только заказать но и заработать хочется поругать думаешь нас выше много пышно грудных девушек слушает наш подкаст не хочу в этом сейчас думать это я его не отредактирую сегодня мне просто хочется поругать немного ребят давай во первых ну вот так как ты думаешь какой шрифт здесь используется но этот какого этот как его без этот бизнесе классический я думаю этот open sun здесь а instagram с которой они со слили используют проксима нова но я думаю что специально не специально мне кажется для полного ощущения хотел я бы хотел им конечно придется купить нормальную лицензию проксима новой себя за 200 баксов до или хотя бы или хотя бы или хотя бы тайпкид себе платить до ну или спиратить я не знаю придут за ними о креативные технологии россии чем можно спирать тейпкид это можно спирать и проксима нова проксима нова download free но это понятно выдал от sms and регистришь вот они как-то выкрутились пока пробелчики добавить бы в адресах перед россии пробел перед улицей мира например хувер стоит и для кнопок ну почему они не меняют хотя бы поясите по наведению ну то есть давай попробуем прям здесь это сделать у нас небольшой интерактиву и не будем я если они уже лопатой я не умею подгребают лопаты если они уже денежки подгребают то возможно если они еще и это из главное чтобы не другой с другой стороны лопаты не подглубая вот поэтому все нормально у пацанов тут есть промо ролик который мы посмотрели чуть не прослезились там очень все круто как типа как действительно создают за звезды выключим хотя оставлю чего и вы как бы понимаете действительно что они все вылечено у нас бы не слышно было я в любом случае вырежу уже при редактировании этот звук нас ручная и грудная работа ну да ради этой шутки стоя не останавливаться когда я говорил потому что это круто видимо она отгибала во время видоса да это кстати тоже это круто вообще в принципе сделано все достаточно маркетологически правильно а мне интересно потом будет градация модели какие-то 150 площадок а потом какие-нибудь anal если будет уже будет подороже дополнительно дп да например ну кстати да и стити грамма может быть все и в с грамм перерасти и тогда будьте грамм с грамм это я бы длю с грамм это как-то слишком жестко да ну вот как-то то нас пишут вести россия кстати немного немало ну да вот на листах россии на вестах россии используется там кстати редизайн недавно был момент мне он симпатичен причем хотя бы не от сенс главная недвижимость вести но это то же самое почти ну нет это их собственная партнерка она не партнерка их собственная реклама это просто директор недвижимостью занимается и вестями да open sans regular смайка не под под вестей адаптировались да да просто open sense использует просто все коммунисты согласен тем более что это нет это не пт сенс я хотел сказать тем более отечественные дизайнеры на нет хотя может быть тоже отечественные у нас что-нибудь было смешное на ю тубе у нас много очень хвалило сейчас зачитаем раз уж тискала russia light заголовок понял они специально себе шрифт скорее всего сделать круто хочешь прям смотреть на ютюбе ну давай че нибудь исправим меня спасибо что благодарите не под нашим аккаунтом зайди аккаунтом а под банк аккаунт да так мой канал ну-ка давай ты смотри у тебя там читают пишут тебе кстати нам а ты пишешь не мне ну я понимаю нас нет с тобой по отдельности подожди ну давай во первых посмотрим как у нас там следе смотрели до последний подкаст смайли или или вообще уже не смотрят ничего ну так знаешь ты чего еще случится чем предпоследний предпредпоследний перед перед предпредпоследний и перед 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 предпредпредпоследний окей ну давай уж лучший мир в технологии потому что название отличие что выигрыш на сегодня что будет убийца инстаграма? Скорее всего, да, кстати, да, попробуем. Я так бесит, твой долбанный акцент, понял? Это мне, видимо, было сказано. Возможно. Давай, просто хочу на фотографию этого человека посмотреть, чтобы в лицо его заделал встречу его на улице где-нибудь и просто ему... Спасибо, круто! Сейчас меня поп-ап с Игорем Кравченко перекрыл, я не могу плюсануть спасибо, круто, бум-бум-бум. Но ведь это не все способы. Как же тот способ, который использует проект фонд Awesome? И нельзя ответить... Причём не фонд, а заметь, форд Awesome. Ага, вау! Это какой-то фишинговый сайт. Давай, Игорь Кравченко. Зайдём к нему на Google+, там можно в фуллскрине посмотреть. Фоточку? Он на Сергея Александровича. Яна хочет просохнуть, тролль хочет накачаться. Вот такой он лайк. Про Сикрис. Нормально. Тут можно рассказать анекдот. Так хорошо, что Янин парень ходил в качалку, ведь теперь, когда до них докопаются хулиганы, он сможет сделать 3 подхода по 18. Секрет идеального пресса. В флексбоксе SS3. Опа! Анатомия бодибилдинга. Давайте посмотрим сейчас на бодибилдеры. Ну-ка. Вот так. Это, возможно, на вот это поворот пародия. Ну, ты понимаешь. А, ну-ну-ну. То есть, из робот-сыпо. Это причём очень старый мем. Очень старый. Чуть-чуть похоже. Ну, чуть-чуть, да, действительно. Так, окей. Чё ещё пишут? Кроме того, что нас хвалят... Голова идеальность в описании к каждому подкасту, мы добавляли навигацию по видео. Хотят всё-таки... Я попробую. Я попробую сегодня. Если сегодня сильно не блевану, то, возможно, мы будем дальше. Ты посмотри, сколько чувак сделал. Ты просто посмотри. Если ты столько же сделаешь... Ну, это на все демы он сделал, соответственно. Просто Артём Марочканич. Да, кстати, гигантский респект. Да. А мы, знаешь, как сделаем? В этот раз мы ещё попробуем предоставить Артёму Марочканичу слово. Не, знаешь, просто предлагайте свои таймстэмпы просто в комментариях. Да, и лучший таймстэмп окажется главным, будем говорить. Вы будете нам всегда их делать. Бесплатно. Нам вес босс какой-то писал. Я, говорит, понятия не имею, о чём вы базарите, но я надеюсь, вам понравился мой пост. А у него был как раз пост «Как не быть обескураженным». То есть он посмотрел, что мы с нашего видоса, видимо, к нему до хрена переходят. Настолько до хрена, что он аж перешёл и говорит «Я понятия не имею, о чём вы, чуваки?» Ну, типа, я надеюсь, вам понравилось. Но я ему написал, что да, нам понравилось, спасибо. Ты бы сказал, ты давай по-русски там переведи. Give me your money. Give me your money, да. Чё ещё говорят? Педики захватывают мир и перекрашивают его. Уже четыре дня назад знал. Так в смысле, мы всё знали. А мы четыре дня назад уже была эта новость? Понимаешь, мы как-то так с тобой предугадали, что в прошлой теме тоже было про это. Да, и мы, мне кажется, просто... Мы-то шутя. А вон оно как. Да. Ну-ка, ещё чё, спасибо. Перед сном послушал отличный подкаст. Скажите, Пол, за что за микс играет у вас на БГ? У нас на БГ всегда... У нас БГ играет на БГ. Да, да. Когда мы записываем подкаст, у нас наушники, как Борис Гребенщиков. Хреначь. Причём те треки, которые про траву. Чтоб хорошо было вообще. У нас всегда в описании к видео наша музыка написана, поэтому знайте это. Что за говняшка у вас тут? А, планетка, кстати, у нас появилась. Да, чувак был прав. Если я сейчас зайду на ресурс... Знаешь, что такое? YourDesign.ru Там говняшка какая-то могла появиться. У нас говняшка в заголовке. Да, я видел эту говняшку. Модзи. Да, чувак не знал, что это за говняшка, но смотри, как у нас быстро заходит наш ресурс. Ну, в принципе... Я даже не знаю. Давай не будем ждать? Да нет, я просто пере... Пере... Что-то... Какие-то... Это не то, что вы думаете. Подожди, стой. Давай верни на комментарий, пока комменты почитаем. На Теплике вас слушают четко. Спасибо. То есть есть чуваки с Челябинской, все там, которые... Теплик это, я так понимаю, теплотехнический институт. Вон, с моей говняшкой загрузилась. Давай. Можно запинить. И там реально теперь планетка. Она привалилась. Такие... Я это очень долго мучил в том нашем видосе про сафари. Это круто. Видимо, Apple как-то индексирует это все-таки, чтобы мы там сиськи, письки не сделали в иконку. И они прогоняют это все через себя. Может быть, я не знаю. Хотя, на самом деле, сейчас у меня уже вторая бета Эль Капитана. И новый, более новый сафари. Тогда было написано сафари 8.1 все-таки, а сейчас 9.0. То есть билд другой. Возможно, уже из-за этого изменилось. Не знаю. По сравнению с тем, как я записывал тот видосик. Ну, да. Да. Круто. Ну и последний какой-нибудь. А, вот, кстати, Александр Пахадюн. Спасибо, ребят, улыбнул. Его улыбнуло. Ну, может быть, все не зря. И в этот раз его улыбнет. Очень благодарен за подкаст. И жду каждый раз. Пишет iFootballer. Yes. С одной L. iFootballer. Bellar. iFootballer. Да. Отличное просто спасение. Ты вообще последний хотел. Ну, дай хоть какой-нибудь последний. Давай. Ну, все. Посили и Топалов. Спасибо, что они стали дальше сравнивать с Владом Топаловым. За подкаст. И длинный респект. Вот, нет. Отличная нота. Да. Оптимистичная нота. И, опять же, такая слабо оптимистичная картинка. У нас, кстати, уже без 20.10 по местному времени. По среднему американскому. По среднему челябинскому времени у нас без 20.10. Поэтому будем закругляться. Я, правда, теперь не знаю, когда подкаст увидит свет. Ну, завтра. Возможно, уже за полночь. Или завтра. Ну, то есть завтра. Ну, посмотрим. В общем, будем как-то что-то с этим решать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Рассказывайте друзьям. И подписывайтесь еще на все соцсети. Инстаграм. Пока не Титиграм. Нет у нас там своего канала. На Инстаграм. Надо, кстати, на инсту запилить то, что нам в Титиграме. Кстати, да. Да. Кстати, пусть сделают, чтобы там репост сразу легкий был в Инстаграм. Репост ап? Да. По-моему, там API нетривиальный для этого у Инстаграма. Ну, я так и понял, что раз все это видео хотят с кнопкой репостить в Инстаграм. Вот я нет. Я нужно только запинтеристить картинку. Вот заинстаграмить как-то не удаляюсь. Ну, все. В общем, да. Это были YouWebDesign. Ждите с нетерпением следующих роликов. Я не буду обещать, будет в этот четверг какой-то обзор или не будет. Но мне кажется, что будет про пейджбилдеры для WordPress. Я прям уже вижу его. Я уже подскачал себе парочку образцов опытных для лабораторных исследований. И в среду, я думаю, буду записывать. Поэтому, скорее всего, будет. Но ничего не обещаю. Всем удачного дня. Пока. Пока.